Ну что ж, доброго времени суток, вы на канале Polarock, и прошлое видео про Nintendo Switch вам понравилось. На нём набралось даже около 100 просмотров, если даже не больше. Ну и я так понял, что пора сделать ещё одно. Сейчас я вам расскажу про плюсы и минусы игровой консоли Nintendo Switch. Итак, начнём с минусов. Первый минус, и я считаю, что он самый главный, это дорогие игры. Я, конечно, говорил ещё в прошлом видео, что любую игру можно купить на Авито в два раза дешевле. Но если вы хотите купить игру в цифровом варианте, то вам придётся отдать немало денег. Второй минус, это наличие неисправностей, присутствующих в той или иной степени. Например, экран отходит, джейконы не подключаются, экран глючит. Например, у меня на левом джейконе заедал стик, и это очень даже мне не нравится, потому что управление гадское, ничего не получается, всё время клонит влево, что такое, не понимаю. Третий же минус, это неоправданная цена консоли. У меня есть друзья, которые хотели бы обзавестись свечом, но их остановила цена, которую я им озвучил. По их мнению, оптимальная цена должна составлять 15-17 тысяч рублей. Четвёртый минус, это отсутствие как такового интернет-браузера. И иногда хочется зайти в интернет и скачать фильм. Его, конечно, можно найти и в ютубе, который там недавно появился, но в браузере я бы чувствовал себя увереннее в таком просторе. Ну а теперь переходим к плюсам. Первый плюс, это уникальность самой консоли. Всё-таки двух интересных контроллеров нет ни у любой другой пристав. В каждом джейконе есть всякие датчики, которые хоть и не используются во всяких играх, но всё же это интересная идея. Также круто реализована возможность подключения свеча к телевизору. Перед свитом можно было сделать то же самое, но это было бы не столь удобно. А в нашей же ситуации нам нужно сделать всего лишь три шара. Вставляем свит в док-станцию, вынимаем джойконы и зайдимся поудобнее. Второй плюс, отсутствие региональной блокировки. А это значит, что мы можем заказывать игру из любой страны и на любом языке. И она будет работать в нашей стране так, как она и должна работать. А ведь никто не запрещал нам покупать игры в тех странах, которые устраивают нас в плане цены. Ещё это даёт нам возможность покупать игры чуть-чуть дешевле в цифровом варианте. Только надо создать другой аккаунт Nintendo, указать там страну, в которой та или иная игра стоит дешевле, и купить ту самую желаемую игру. Иными словами, отсутствие региональной блокировки позволяет нам экономить на играх. Третий плюс, портативность. О ней я уже рассказывал в прошлом видео, так что долго распинаться не буду. Её можно брать с собой куда угодно и играть, когда вам удобно. Если вы были заняты всё время, и вам так и не удалось отдохнуть, то это ничего страшного, консоль много-то вообще-то не весит. И вообще, никто не знает, что нас ждёт впереди, вдруг вы застрянете в очереди, в пробке и тому подобное. Четвёртый плюс этой приставки – наличие множества эксклюзивных игр, которые сделаны действительно с душой. Nintendo уделили внимание каждой мелочи, встречаемой в каждой из игр их разработки. На первый взгляд, игрушки эти выглядят совсем по-детски, и по факту это не так. Они заставят побомбить даже взрослого и спокойного дядь. Ну что же, с минусами и плюсами мы покончили. Знаю, 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 мыло можно насобирать материалы и побольше, и сделать видео длиннее. Ну, пожалейте меня, монтировать видео для меня пока что нелегко. Всё-таки я ещё учусь, и не есть куда развиваться. А мне остаётся вас попросить, 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 я вас хочу подписаться на мой канал, чтобы наблюдать за моим прогрессом, поставить этому видео лайк, и тогда вы сделаете мне приятно. И оставьте комментарий, любой, вообще, комментарий, просто оставьте, просто нет, за страну с тобой, и просто с ними, и просто ставьте любой комментарий, пожалуйста. Всем удачи, и пока, с вами был Polarock. Субтитры сделал DimaTorzok